Сегодня утром в кафетерии меня сбил с ног какой-то лаборант. Я пролил весь свой чай, а он пошел дальше. Даже не извинился. Похоже, что это насекомая кацца. Но сука! Я нанесу ему визит и объясню, что нужно следить за своим выводком и объяснять им, как правильно общаться с людьми. Ладно, у меня сейчас запись. Так, что у нас тут? 515, опять? Инерс Рудерис, да сколько можно? Ну ладно. Объект номер. SCP-515. Спящий. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. SCP-515 следует содержать надежно зафиксированным на кровати до почти полной неподвижности. В случае побега SCP-515 его возвращение является приоритетной задачей. Осуществляемые SCP-движения, вплоть до простых подергиваний, следует регистрировать и предоставлять данные исследовательскому и чрезвычайному персоналу. Если ноги или руки SCP находятся в рабочем состоянии, они должны быть немедленно сломаны. Чтобы минимизировать скорость его передвижения в суммном булимическом состоянии в случае побега, смотрите приложение 515.01. Шея, однако, не подлежит повреждению в связи с риском смерти субъекта. Смотри приложение 515.02. Вместо этого ее следует удерживать в неподвижном состоянии с помощью фиксирующего устройства, покрывающего ее от подбородка и до плеч. Ампутация и разрезание двигательных нервов конечностей также не рекомендуется в связи с аналогичными рисками. Применение миорелаксантов до сих пор приводило к судорожным реакциям и также не рекомендовано. Ограничители не следует расстегивать в любое время по любой причине. Камеру не следует открывать, кроме как для стандартных исследовательских целей, если этого не требуют чрезвычайные условия. Команда обслуживания и персонал класс D также следует держать подальше от камеры до особого распоряжения. Описание. SCP-515 является белым мужчиной приблизительно 14 лет. Никакого свидетельства о рождении до сих пор не найдено. Так что вся существующая личная информация является продуктом гипотез и предметом догадок. Обмен веществ субъекта сравним с таковым у синего кита или другого млекопитающего большого размера, хотя его масса чуть ниже средней для людей аналогичного возраста. Несмотря на отсутствие всех других телесных потребностей и на попытки уменьшательства со стороны исследователей, SCP-515 до сих пор не приходил в сознание и находится в третьей стадии глубокого сна, без сновидений. В течение всего времени на содержание SCP-515 не получал ни еды, ни воды и не производил никаких отходов. Ведутся исследования на предмет того, почему он вообще еще жив. Во сне SCP-515 иногда разговаривает. Малая часть сказанного понятна и то, что можно услышать, как правило, звучит бессвязно и напоминает речь человека в бреду. Фрагменты речи записаны для будущих исследований. Записи сного варенья SCP-515. Корабль не может видеть. Он просто движется по времени по морю. «Бывает и больше. Всегда есть больше. Ты видишь, где я. Ты можешь дышать. Ты можешь двигаться. Всякий раз, когда SCP-515 каким-либо образом движется, один или несколько из определенных небесных объектов, в основном астероидов, также перемещаются. Предполагаемые 19 объектов, вместе обозначенных как SCP-515-1, различаются по диаметру от полутора километров до 33,6 километров, самый крупный из которых на 33% крупнее объекта, который вызвал образование кратера в Реддефорд. Диаметр кратера составляет 250-300 километров, что делает его крупнейшим на планете, не считая неизученного вероятного кратера Земли Уилкса, диаметром 500 километров в Антарктиде, в провинции Фристейт-Южная Африка. Независимо от направления движения SCP-515, SCP-515-1 всегда движется в направлении Земли. Подергивание пальца руки или ноги обычно соответствует смещению примерно на 140 километров. Более существенные движения конечностей указывают на смещение SCP-515-1 на 450 километров и более. Длительные движения, такие как лунатизм, соответствуют движению объектов с урона Земли, со скоростью достигающей 280 тысяч километров в час. Движения грудной клетки SCP-515, к сожалению, не могут быть остановлены и в соответствии с данными космических зондов фонда, соответствуют движению небесных тел на 10 километров за дыхательный цикл. Предполагается, что в случае гибели SCP-515, человек с подобной аномалией появится в другом месте на планете. Смотри приложение 515-02. Из-за сложности и опасности, связанных с поиском такого человека без исходного упреждения, подчеркивается, что устранение SCP-515 является неприемлемым. Приложение 515-01. В ряде случаев SCP-515 освобождался от ограничителей движения неизвестным способом. Чьего-либо физического присутствия не было зафиксировано. Сами ограничители выглядели нетронутыми. Все еще неясно, освобождается ли объект сам по себе или с помощью неизвестной внешней силы. Если это произойдет, все имеющиеся ресурсы в зоне SCP-515 должны быть направлены на обнаружение SCP-515, повторный захват и возвращение в камеру. Приложение 515-02. Обозначение SCP-515 ранее носила женщина средних лет из... Гватемала, имевшая свойства, идентичные текущему объекту. Она также была найдена без личной истории и без связи с кем-либо из местных жителей, несмотря на то, что жила в маленькой и сплоченной общине. После определения ее связи с SCP-515-1 и постановки на содержание в фонде, для предотвращения движений субъекта были применены обтягивающий и мобилизующий аппарат и переломы ног, рук и шеи. Как предыдущие, так и нынешние SCP-515 предпринимали попытки побега. Таким образом, многочисленные переломы костей использовались как метод замедления передвижений на случай повторения подобного. Тем не менее, осложнения после разрушения позвонков оказались фатальными. SCP-515-1 после этого происшествия перестали двигаться, и после нескольких месяцев без каких-либо изменений вопрос был сочтен закрытым. Движение SCP-515-1 возобновилось. Через 22 дня от тщательных поисков нынешний субъект был обнаружен и немедленно взят под стражу. Условия содержания пересмотрены, исключая повреждения шеи. SCP-515-1 сместились в общей сложности на километров, с начала до завершения поиска и примерно на километров за время пребывания субъекта в фонде. В свете движения SCP-515 при дыхании, фонд продолжает выделять ресурсы на поиск эффективных способов нейтрализации угрозы потенциального столкновения с SCP-515-1. Дорогие слушатели, кроме наших подкастов вы можете насладиться нашими артбуками, нашими каплеглазиками, нашими статуэтками, нашими печатями по SCP Foundation. Все это вы можете найти в нашем магазине в группе ВКонтакте или на сайте artscp.com. Кроме этих вышеперечисленных веществ, вы можете найти огромное количество других товаров. Поддержите наш проект, поддержите выпуск подкаста, и все у вас будет в жизни хорошо. Продолжение следует...